Рецепт удобрения из крапивы и способ его применения вы найдёте под этим видео. А здесь я вам расскажу о его пользе и о том, как оно действует на растения. Удобрение из крапивы – это жидкое водорастворимое удобрение, полученное в результате естественного брожения листьев крапивы в воде. Его особенно рекомендуется использовать для таких культур, как картофель, кабачки, капуста и помидоры. Использование натурального удобрения имеет большие преимущества перед химическими удобрениями. Риск передозировки практически отсутствует, а растения укрепляются и быстрее растут. Полезные свойства удобрения из крапивы Нужно принять во внимание, что полностью чудодейственных средств не бывает. Это относится и к данному удобрению. Крапива относится к особой группе растений, которые поглощают питательные вещества и минералы из почвы, а затем хранят их в биодоступных формах и концентрациях в своих листьях. В эту же группу растений входят тысячелистник, огуречник, бобы, окопник и одувань. Это свойство делает крапиву отличным и богатым питательными веществами, лекарственным средством и удобрением. Удобрения из крапивы действуют лучше всего при неблагоприятных условиях выращивания. Свежие листья крапивы содержат высокие концентрации витаминов А, С, Д, Е, Ф, К и П, а также витамины группы В, а также большое количество минеральных веществ, включая кальций, селен, цинк, железо, магний и многое другое. Крапива также содержит много азота, хлорофила и полифенолов. Все это поддерживает здоровье растений и стимулирует их рост. Азот находится в такой форме, которую легко усваивают растения. Железо предотвращает появление хлороза у растений, способствуя выработке хлорофила, и предотвращает или исправляет недостатки развития. Оно также обладает профилактической функцией против появления криптогаммных заболеваний и отталкивает некоторых вредителей растений. Это удобрение действует, усиливая естественную защиту растений от болезней и вредителей. Если у вас хорошая плодородная почва и растения развиваются так, как надо, то применение этого удобрения не будет иметь смысла, так как в почве и растениях уже есть все питательные вещества, а взять больше, чем им нужно, они не смогут. Способствует росту растений. Основным активным веществом в данном удобрении является азот, который особенно важен для развития растений и влияет на метаболизм растений. Разбавленное удобрение из крапивы, нанесённые на листья, стимулирует выработку хлорофила, который непосредственно отвечает за захват солнечного света и, следовательно, влияет на рост и энергию. И ещё одним из распространённых элементов, которым обычно недостаёт растениям, это железо. Особенно это заметно в щелочных почвах. Поэтому при правильном использовании можно не только предотвратить недостаток этих питательных веществ, но и наполнить ими растения. Удобрение из крапивы повышает плодородие почвы. Это происходит не только из-за питательных веществ, содержащихся в крапиве, но и благодаря стимуляции биологических процессов, которые обогащают почву. Почти половина содержащегося в нём азота находится в аммиачной форме, поэтому он непосредственно усваивается растениями. В процессе ферментации размножается большое количество азотофиксирующих бактерий. Поэтому, когда это удобрение вносится в почву, то в почву попадает большое количество этих бактерий. Предотвращает появление вредителей растений. Обработанные растения изменяют свой внутренний состав и менее интересны для насекомых, таких как клещи, тля, белокрылка, паутинные клещи и так далее. Повышает устойчивость к болезням. Удобрения, нанесённые на листья, укрепляют их, делая более устойчивыми к криптогаммным болезням, таких как плесень или мучнистые роса. Стимулируют прорастание. Удобрения из крапивы способствуют прорастанию семян, а растения, выращенные из этих семян, более устойчивы к некоторым заболеваниям. Способствуют цветению. Растения, удобренные крапивой, цветут раньше и с большей интенсивностью, и при этом цветки более яркие, стойкие и ароматные. Благодарю за внимание. Всего доброго. Подписывайтесь на наш канал, а мы постараемся делать полезные видео.